И теперь я бы хотел обратиться к утверждению, что эти четыре удара наиболее естественны человеку. Вот здесь вот я, наверное, не могу согласиться и хотел бы услышать, конечно, ваше мнение на эту тему в том числе. Смотрите, как мы будем рассуждать о более естественном? О том, что принято в наибольшей, в массе какой-то, это не значит, что это естественно наиболее. Я надеюсь, вы понимаете. То есть, если, например, некая страна третьего мира живет в нищете, нельзя же утверждать, что нищета – это естественное состояние для человека. Я надеюсь, вы понимаете. Или, я не знаю, если, как это сказать, на сегодняшний день принято, ну я не знаю, что, покупать какие-то активно рекламируемые вещи, например, что-то вот очень активно внедряемое, то такие покупки можно назвать естественными? Я не думаю. Это искусственно, искусственно разогнанные покупки. И процесс потребления, а вопрос выбора какого-то – это всегда потребление, вы понимаете. Вы являетесь потребителем любых боевых практик, в том числе и спортивных практик и так далее. Понятно, что вы могли бы пойти в греблю или в баскетбол или в велоспорт, но вот вы пошли, например, в Кудо, например, пошли, да, или пошли заниматься там там ванпай. Вы являетесь потребителем вот этого рынка. Выбор за вами. И то, что большинство потребителей отдает предпочтение, ну, например, там упомянутому мной Кудо, там, например, или там, я не знаю, чем самбо, там, например, и так далее, как это было в советское, например, время. Это не связано с тем, что это естественно. Это связано с тем, что это активно внедряется просто, да, это искусственно разогнанная такая ситуация. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот эти четыре удара являются наиболее естественными, давайте сделаем поправку на то, что естественность в данном случае не естественна. Она искусственно разогнана. И разогнана все тем же спортом. Почему? Потому что, ну, вспомните, все сегодняшние единоборства с точки зрения работы рук является постбоксерским. Это связано просто с тем, что экипировка позволяет работать только в таком эквиваленте. И здесь ничего не поделаешь. Так это все устроено. Поэтому единоборства все практически можно назвать постбоксерским. Это вот во-первых. И в этом смысле, как я уже сказал, это не естественное какое-то положение, а искусственное положение. И эти четыре удара, которые присутствуют во всех единоборствах, я не имею в виду там чисто борцовские единоборства, а ударные, да, или борцовские ударные. Эти четыре удара не естественные, а искусственные, да, искусственно насажены. А теперь давайте поговорим о естественности. Что можно назвать естественностью? Ситуацию, при которой нет вот этого искусственного воздействия на вас, когда вы не являетесь принудительным пользователем тех или иных продуктов, так скажем. То есть, когда вы выбираете сами, без давления и без вот этого искусственного подталкивания вас к какому-то выбору, конкретному. И вот давайте посмотрим тогда на детей. Видели, как дети дерутся? Только я имею в виду детей совсем маленьких, которые не смотрят ни бокс, ни кудо там, ни еще что-то такое. Видели? Я вот, например, неоднократно наблюдал такие картины. Никогда я не видел ни разу, чтобы ребенок, который не дорос еще до этих спортивных просмотров каких-то, чтобы кто-то из этих детей выполнил хотя бы один из этих четырех ударов. Это совершенно по-другому выглядит, ребята. И вот что тогда естественно? Являются ли эти четыре удара естественными для человека? Я так не думаю. Теперь давайте подумаем просто о самом кулаке, об использовании кулака. Можно назвать естественным использованием кулака для современных боевых искусств, для современных единоборств. Это совершенно естественно. Единоборство, большинство единоборств не укрепляет там в том числе кулак. И такое применение кулака в реальной ситуации не очень-то естественно, согласитесь, да? Потому что неукрепленный кулак часто очень ломается о челюсть человека, в которого этот кулак попадает. Ну, например, да? Или разбивается о чьи-то локти там и так далее. Если мы говорим об укрепленном уже кулаке, можно ли назвать его естественным? Нет. Он искусственно сформирован. Опять это не очень естественно. То есть даже когда мы касаемся использования кулака, мы опять приходим к ситуации неестественной, искусственно внедренной в наше сознание. Об этом надо помнить тоже, когда вы практикуете что-то. А что является естественным? Какие формы ладони? Ну, например, если мы говорим об ударах руками, что является естественным? Ну, мне кажется, локоть является вполне естественным, да? Запястье, ладонь там, например, да? Ну, если говорим о кулаке, дно кулака, наверное, который не так повреждается у человека, который вообще не формировал свои поверхности, да, рабочие? Да, это совершенно уже другие поверхности. И, соответственно, техника уже совершенно другая. И так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что такого рода удары естественные, ну, я думаю, что мы немножко заблуждаемся. Леонид пишет, да, боксерские тоже сложно изучать. Естественные техники это некая размашистость, что для бокса ошибка. Ну, окей. Иван Иванов пишет, для меня и Шуто, и Хайто, и Уракен очень естественно. Пока боксерские перчатки не оденут. Тогда, да, уже неестественно. Но, совершенно верно, вы правы. Абсолютно правы. Вот. Я думаю, что мы все понимаем, да, вот этот вопрос искусственности и естественности, и популярности и непопулярности. Ребят, еще раз просто напомню. Наиболее популярные вещи всегда искусственны. Потому что вот это вот, как бы сказать, продвижение некоего товара, да, вы являетесь пользователями таких товаров, как политика, экономика, я не знаю, там, спорт, все тот же самый, зрелища различные, которые вы наблюдаете там по телевизору или там в интернете, там, я не знаю, и так далее. Это все продукт. И то, что является наиболее популярным, понятное дело, что это искусственно внедренный продукт. И искусственно поддерживаемый. С этой точки зрения вспоминаются слова Лаудза, которые, например, об идеале управления государством, помните, что писал, да? Он писал, что крестьяне, народ лучше знает, когда сажать зерно и когда собирать урожай. И он писал, что для того, чтобы взошли травы, не нужно указов от императора. Да, вы понимаете? И он же писал, что лучший император тот, о ком даже не помнят, кто не вмешивается в жизнь. Вот это естественное правление. Идеалом такого государства, вот Лаудза называл, вот такое естественное правление. То же самое и во всей вашей жизни. Все, что популярно, чаще всего это искусственно внедренные какие-то вещи. А вот менее популярные, ну, очень часто оказываются естественные. Именно. А вот, Субтитры подогнал «Симон»